Трамп не планирует объявлять режим чрезвычайного происшествия в связи с шатдауном. Президент США Дональд Трамп не планирует объявлять на территории страны режим чрезвычайного положения, чрезвычайное происшествие, в связи с частичной приостановкой работы правительства. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники. Синдром шатдауна, споры о стене поставили на кон репутацию Трампа. Приостановка работы правительства стала одним из признаков приближающейся избирательной кампании. 19 января глава Белого дома намерен выступить со специальным обращением, посвященным бюджетному кризису, в ходе которого планирует обратиться к демократам, а не объявлять режим чрезвычайного происшествия. Президент нацелен на то, чтобы прекратить противостояние и восстановить работу правительства. Кроме того, стало известно, что Трамп может пойти на некоторые уступки. Чтобы продолжить зашедшие в тупик переговоры по бюджету. Однако отказываться от планов возведения стены на границе с Мексикой глава государства не намерен, в связи с чем прогресс в ходе обсуждения проблемы вряд ли будет достигнут. 18 января сообщалось, что американские суды федерального уровня могут прекратить работу через две недели из-за недостатка финансирования, если частичная остановка работы правительства, шатдаун, продолжится. Отмечается, что выплаты судьям и сотрудникам аппаратов органов правосудия с середины февраля могут быть заморожены. 22 декабря правительство Соединенных Штатов частично приостановило работу. Причиной шатдауна стало нежелание демократов Конгресса выделять средства в бюджете на строительство стены на границе с Мексикой. Без финансирования оказались 9 министерств с 800 тысяч сотрудников, из которых 380 тысяч были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Остальные продолжают работать без зарплаты уже 26 дней. 25 декабря Трамп заявил, что пока не получит в бюджете строку на стену, ряд учреждений правительства останутся закрытыми. Американский лидер, для которого строительство стены было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на эти цели 5,7 миллиарда долларов. Но демократы готовы одобрить не более 1,3 миллиарда долларов.